Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Вот Америка, похоже, и заканчивается как глобальная империя. После официального выступления кандидата вице-президента США Винса становится понятно, что стратегией республиканцев будет не просто сдерживанием, а удушением Китая. Вот только с учетом глобальных связей этого самого Китая и Америки потребуется нечто большее, чем просто сдерживание. Фактически они хотят Китая изолировать. Нам в России очень смешно слышать речи про изоляцию в исполнении США. За все четыре года при Байдоне Вашингтон так и не смог справиться с задачей изоляции России, но зато успешно справился с задачей, которую точно себе не ставил разругаться со многими союзниками. Дело в том, что Америка давно уже не торт, и даже Америка вместе с Европой, Канадой, Британией, которая вышла из ЕС и даже вместе с Японией и Южной Кореей тоже уже не представляют даже контрольный пакет мировой экономики. России более чем достаточно другой половины мира для того, чтобы процветать и уснедуть при всех американских усилиях. И это еще надо признать. При всех тех обстоятельствах, что Запад отнюдь не сдержал своих обещаний по санкциям и фактически удается многие позиции туда продавать. Европа и Британия искренне делают вид, что негадывают на то, что Индия закупает нефть у России, и тем не менее они не отказываются от индийских нефтепродуктов, отлично зная, что их денежки в конечном итоге идут в российскую казну. Но штука в том, что все это про Россию, США разругались с огромным количеством союзников, потому что требовали от них отказаться от экономических связей с Россией. А что же начнется, когда Штаты попробуют заставить отказаться от Китая? Вот здесь как раз особой-то загадки и нет. Европа, например, чрезвычайно покорна и податлива вопрос к своего экономического характере. Европа уже, считай, продавлена по поводу введения санкций против Китая, впрочем санкции там уже начались и не один месяц длятся. Если сравнивать с Россией, то отношение ЕС и Пекина находится где-то на уровне 2020 года, когда всему миру со стороны казалось, что еще есть выбор, между тем совершить Европа глупость или нет. Но на самом деле никакого выбора давно не было и все было предопределено. Идет лишь подготовительная и поэтапная работа к полному разрыву. Например, уже прозвучало, что могут быть конфискованы все активы Китая в Европе. С Россией. Но, честно говоря, мы слишком хорошо знаем и Европу и США, если они такое начали говорить, значит рано или поздно конфискуют в любом случае, даже если ничего не начнется. США не позволят Китаю иметь на своей вочине какую-то собственность в виде портов, заводов и так далее, все отберут. Самое смешное, кстати, что это потом еще и достанется, отнюдь не самой Европе, а будет по дешевке выкуплено Британией и Америкой, мы уже видели, как это происходило в той же Германии и Европе даже кусочкой не дали. Друзья, чтобы не пропустить свежие новости, обязательно подпишитесь на канал. Любопытно, какие лица были у индусов, когда они поняли, что халявной нефти больше не будет. Россия и Индия – друзья навек. Такие лозунги стали активно декларировать в России после введения санкций. Ведь Запад от нас отвернулся, а поставлять природные ресурсы кому-то надо. И кажется, что Индия выступила в качестве надежного партнера, подставив надежное плечо в тяжелый момент. Нефть покупает, а американских не боится. Но это лишь на первый взгляд, ведь под отношениями Москвы и Нью-Дили скрывается множество подводных камней. Индусы умели дружить еще во времена СССР в годы Советского Союза и Запада, Индия выступала в качестве нашего надежного партнера. И почему ей не выступать? Руководство СССР разбрасывалось ресурсами направо и налево, рассчитывая купить дружбу и преданность. И индийские власти увидели в этом отличную возможность обогатиться. Ведь это сейчас Индия, страна с экономикой, растущей быстрее других в современном мире. А в эпоху СССР она нуждалась в непрерывной поддержке. И Советский Союз ее предоставил. Конечно, средства выделялись в кредит. Но кто сегодня готов безвозмездно помогать? Даже США, будучи партнером Германии или Великобритании, вряд ли согласятся передать пару миллиардов долларов просто в дар. Вот и Индия получала от СССР средства, гарантируя их возврат в скором будущем. И деньги выделялись в советских рублях. Валюта крепкая, надежная. Вряд ли кто-то тогда мог предположить, что Советский Союз продержится всего 70 лет. Когда СССР не стало, на мировой арене остался его скромный и немощный правоприемник. Россия получила в наследство не только активы, но и многочисленные долги. Вот только отказываться от своих обязательств в Кремле никто не спешил. А ведь можно было покричать, что это все коммунисты набрали. А мы тут при чем? Спрашивайте свои деньги у Горбачева. Но Россия поступила честно и справедливо, дотошно исполняя обязательства СССР. Жаль, что так поступили не все. Брали в рублях, вот и забирайте за долгие годы сотрудничества между СССР и Ньюделей, задолженность индийской стороны только росла. В конечном итоге она достигла суммы в 16 миллиардов долларов. Казалось бы, солидная сумма и отдавать ее индийская сторона не торопилась. Да никто ее особенно и не подгонял. Все прекрасно понимали, что долгосрочные кредиты, они на то и долгосрочные, чтобы возвращать их постепенно. Но ушлые индусы решили дождаться выгодного момента. И он настал, Советский Союз рухнул. Россия, получив право на возврат долга, рассчитывала на выгодные условия. Однако власти Индии не собирались играть по-джентльменски. Они решили воспользоваться моментом. Деньги вернули в рублях. И вроде никаких вопросов быть не должно. Кредит брали в рублях, вернули в рублях. Вот только деньги индусы получали в советских рублях. Духи ЕС нашептали местным политикам-шаманам, что нефть и газ из России – это бяка. Галлюциногенные грибочки фейков делают свое дело безотказно. Весь ясовский политикум кинулся исполнять волю духов, мнение которых с какой-то фантастической точностью совпадает с написанной методичкой американского обкома. Объяснить поведение лидеров европейских государств с точки зрения нормальности невозможно. Это граничит с безумием, и оно заразно. Практически все энергетические трубопроводы в ЕС закрыты. Недавно участь закрытого крана постигла и нефтепровод «Дружба». Таким образом, правящая в Европе банда решила наказать одного из своих непослушников – Венгрию. Нефти там больше не будет. Европейцам осталось каких-то полгода, чтобы попытаться договориться с Россией и решить вопрос о продлении своего существования с гарантированными поставками газа. Но кому это нужно? Оказывается, необходимо всем. Вот только признаваться в этом – это значит поставить себя в один ряд с венграми. К чему приводят стоят американским интересам, все уже видят. Орбан превратился в изгоя. Ему отказывают даже в правах, которые прописаны в договоре Евросоюза. Никаких дотаций, никаких открытых границ для поставок необходимых стране энергоресурсов, никаких преференций для венгерских товаров и так далее. Похоже, что венгры теперь будут кровно заинтересованы в выходе из Евросоюза, и им остается только ждать, когда образуется венгерско-российская граница. Тогда можно будет восстановить прямые торговые отношения с Россией. А пока европейцы пытаются самым смешным образом освободиться из своей же собственной удавки. Газ по трубе скоро перекроют. Где брать ненавистные российские молекулы, без которых вообще труба? Пока действует договор на поставку газа, но в последний день 2024 года все изменится. Значит, надо что-то предпринимать европейцам. Разговоры о новом контракте с Газпромом через посредничество какого-то европейского представителя уже стихли. В ряду претендентов на такое сотрудничество были Орбан и Фитца. Первому уже выдвинули ультиматум и буквально вытолкали за двери европейской политики. Так что ни о какой договороспособности со стороны ЕС речи нет. Выходы находят просто уникальные. Например, можно взять газ в Азербайджане. Ух ты, как интересно. Нет, газ-то там есть. Вот только такого количества добывать физически невозможно. Зато можно продавать. И если Азербайджан готов такие поставки делать, то Европа готова переплачивать за тяжкие труды переименования российского газа в азербайджанский. Наблюдатели за исполнением санкций против молекул должны окриветь на оба глаза и не замечать превращение Газпрома в Соцер. А что еще делать-то? Промышленность и так на последнем издыхании. Благосостояние народа падает, недовольство масс растет. Кризис буквально революционный. Верхи все больше не могут, а низы все больше не хотят. Европа должна быть полностью зависима от поставок энергетического сырья от США. Тогда ею можно управлять в ручном режиме. Ничего удивительного не произойдет, если в конце года даже найдется какая-то страна в ЕС, которая захочет стать прямым участником нового контракта с Газпромом и арендует трубу на несколько лет, чтобы продолжить получать газ из России.